МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для проведения урошистого сходу обрали Мазырский драматичный театр. Недавно тут завершилась масштабная реконструкция, и теперь этот будинок можно выкаристовывать не только как установку культуры, а и для проведения урошистых мероприемствов. У работников лесной голены проводят святошный сход, минавито в этой зале есть все подставы. Не глядяши на проблемы, связанные с эпидемичной ситуацией в свете и, как следствие, спынение рынков, белорусские лесоводы поспехово выполняют программу «Белорусский лес» и полепшают финансовые показчики. Настолько, что могут проводить модернизацию вытворчастей и набивать новую технику. Делаем ставку на развитие автопарка многооперационной техники, для того, чтобы выполнять лесозагадвительные работы. Буквально в прошлом месяце у нас пришел, был закоплен по лизингу «Харвестером» Кадор-2551 для проведения робок главного пользования. За шматгадовую добросумленную працу и высокий профессионализм. Лепшие из лепших у гэтый день отрымливают заслуженные узнагороды гомельских облвыконкама и областного совета депутатов. Министерство лесной господарки – лесничий, инженер, керавник лесгаса, майстер по погрузце вагонов. Не льга сказать, что у Галине сегодня не ама проблем, причем у перважной большей стены связаны с изменением климату. Але дякуючи намаганням гэтых людей, лесная господарка не только шукае новые подыходы до работы у сучасных умовах, але и развивается. Вся раким выпадку досягнутые пакашики свеча сменавита об гэтым. Я вам скажу честно, лесохозяйственное предприятие развивается эффективно у нас. И самое главное то, что те наши угодья, которые мы вырубаем, которые подошли к уже зрелой леса, и сразу же активно идет высадка леса. В текущем году это было весной, сейчас и осенью будет продолжаться данная тема. И находится на контроле не только лесохозяйственного исполкома, а в целом государстве. Я выражаю слова благодарности всем нашим работникам, лесохозяйственных ветеранам. И желаю им всего на лучшего, на благо нашей Республики Беларусь. Олег Санцерум, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Автопробег как способ поддержки мира, стабильности и безопасности в Украине. Гомельские водители сегодня запросили автоматера встать в колонну под белорусской символикой. До удельника у акции долучилась и наша сдамышная группа. Десятки машин с державной символикой собрались и за территорией города. Организаторы акции – звичайные гомельчане, которые вырешили таким чином выказать свое меркование. Умова удела в пробегу не закрывать номеры, уклежить светло и не сигналить. Организаторы и удельники означают, что таким чином они хочут показать единство белорусского народа и его зуртованность. Они сподяются, что отримается не допустить расколы в громадстве. Мы активно участвуем, начиная с 10 числа, поддерживаем курс, постоянно мониторим, что происходит в нашем городе. Готовы всегда в необходимый момент выйти, поддержать морально, физически, своими делами. Мы за единую Беларусь, мы за порядок. Маршрут удельники проклали таким чином, как закоронить основные улицы областного центра. Ильича, площадь Ленина, Советскую. Финальная кропка автопробега – братская могила воинов, которые загинули при изволении Гомеля. Тут удельники акции усклали к ветке до мемориалу и ушиновали память тех, кто загинул. Вы знаете, в нашем красивом благоустроенном городе очень много захоронений и памятных мест, которые необходимо посещать различные праздники. На данном месте мы находимся на памятнике, который был возгибнут в честь тех людей, которые замучили в годы Великой Отечественной войны. Вы знаете, вот это мероприятие, которое мы организовываем, которое мы проводим, это наша дань памяти. И мы не хотим, чтобы впредь на нашей земле под другими флагами проводились какие-либо мероприятия. Вчера мы присутствовали на очень грандиозном мероприятии, событии. Мы открыли наш флаг, на который водрузили флаг, под которым многие принимали присягу, многие достигали своих побед, как спортивных, так и других. После закончения мероприемства удельники автопробега долучились до шести за мирную Беларусь. Жихары Гомеля, розного взрослого с державной символикой, прошли по улицах областного центра и усклали к ветке до вечного огня. Мы пришли вместе с группой, с нашим колледжем, почтить память солдатам, которые погибли за нашу жизнь, которые воевали. Мы пришли возложить святые, потому что мы чтим и помним их всегда. Вероника Гамзюкова, Василия Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Насыщенный год. На посяжении бюро члены Гомельской областной организации Белорусского фонда мира вызнашились с планами и приоритетами деятельности на ближайший час. Почалась с встречи с урочистости. 14 человек, яких керавництво организация полишила соправдными миротворцами и профессионалами в своих голенах, узнагородили медалями «Угонор 100 годе БССР» и «75 годе перемоги». А потом перешли до обмеркования селетних задач фонду «Миру». Основные мероприемства стартуют 21 вероятеля, это Международный день мира. На 23-е запланованный марш памяти и смотку, и он пройдет в Брагинском и Лоуським районах. А кроме митинга у одной из вёсок откроют помник пяти спаленным вёскам, где в Вогниши загинули больше, чем 230 человек. Обовязково отбудется и свято дорогое слово «мама». Веншование от фонду «Миру» отримают свыше 300 женщин с четырёх районов. А лепшие працовники будут запрошены на мероприемство «Мы славим человека працы». И нарыште у Снежни час подарунков и сюрпризов для детей. Их будет шакать международная ёлка «Миру». Наша главная задача сегодня – проводить работу, чтобы у нас был мир, спокойствие, согласие с обществом. Если это будет, мы будем радоваться жизнью всем остальным. В Гомельском колледже филиале Белорусского Державного Университета Транспорта прошла сустрэша педагогичного коллектива с представниками прокуратуры и КДН Гомельского обл. Ваконкама. Размова шла о правопорушениях, злочинствах у молодёжной масяроди, выховании и занятости навученцев, а также роли громадских организаций в формировании особы подлетка. Не глядяши на то, что в регионе назирается снижение подлетковой злочинности, по выниках восьми месяцев этого года ими здействовано 206 позаправных дей. Так само на сустрэше закранули тему уделу подлетков в несанкционованных мероприемствах. Починаючи с 9-го жнивня и до этого часа, затрымано коля ста неполнолетних, на половы с их складены административные протоколы. Уже 16 детей привлечены к административной ответственности. Привлекаются они как к штрафу и к предупреждениям. 7 родителей, которые не выполнили обязанности по воспитанию детей, выразившиеся в том, что их дети принимали участие в этих массовых мероприятиях, также привлечены к ответственности. Причём 5 из них привлечены к ответственности в виде штрафа 10 базовых величин. Хотелось бы обратить внимание на то, что это детки, которым было где-то по 14 лет. И они пошли в толпу, туда, где взрослые, там и пьяные были, и всё. И родители даже не знали, что дети их там находятся. А кроме того, распошаты три криминальные справы удашинений до неполнолетних, которые удельничали в массовых мероприемствах. Один хлопец кидал бутыльки с запаленной суммисью, иншие дети закидывали машины милиции каменями. Роковая халатность. С початку года на дорогах краины 10 детей, которые были пассажирами транспортных сродков, загинули. 112 были поранены. Прикладнополову детей переводили с порушением правилов. При таких же обставинах в нашем регионе травмированные 17 детей. И аж один загинул. До 21-го вересня в Беларуси проходит республиканская акция «Пристягните детей». Супрационники Держа-Аутоинспекции нагадывают, что дети до 12-ти годов повинны переводиться у специальных креслах. За невыконание правилов попереджение альбо штраф до 4-х базовых. За полторное порушение на протягу года придется заплатить от 2-х до 8-ми базовых. Без детячих креслов дозволяется перевозить детей до 12-ти годов, рост яких перевышает 150 сантиметров. Без специальных уладкований можно возить детей и в такси. А законность, сумленность и неподкупность молодые супрационники Гомельской мытни принесли присягу. Урочистые мероприемства промерковали до надыходящего дня мытника. Головные удельники – 12 юнаков и девчин. Церемонию провели в Музее истории Гомельской мытни, там у молодых людей поделили на группы. Кировничество организации повиншевало молодца с номинальным днем и означало. Их шакая работа, якая потребует уваги, серьезного ведания законодавства и постоянного самодосконаления. Обовязок нового поколения притрымливаться головного ориентира сумленности. Интересная и динамичная работа в то же время возлагает на плечи огромную ответственность. И осознание этой ответственности приходит именно с принесением присяги. От лица всех молодых сотрудников и от себя лично заверяю, мы не подведем. Будем ответственны и добросовестно выполнять свою работу. Продавать, сдавать у аренду на крайний выпадок зносить. Гомельская область по раннейшему у лидерах по колькости утягнений у господарший оборот нерухомости. Теме эффективного выкористания объекта просвятили брифинг, который прошел в комитете Гомеля обломаемость. Задача на этот год вырешить лес около 340 будинков. 200 из них, альбо 60%, уже продаденные и изнесенные. Дарыш и минавито продать заплановано 45% будинков. Это значит, яны застанутся у инфраструктуры региона и станут приносить прибыток не только новым господарам, а и бюджету. Что тычется аварийных, то амаль 80% стых, что вызначенные на этот год, уже изнесенные. Усяго за опошние 12 годов утягнутый оборот об изнесено свыше 7,5 тысяч объектов. За последние 10 лет произошло перераспределение способов вовлечения в хозяйственный оборот. И основными подходами на сегодняшний день являются реальные способы. Это продажа, аренда, передача. Потому что, например, раньше основным способом был снос, консервация. То есть просто устранение неликвидных объектов. Сейчас мы стараемся использовать объекты в производстве, чтобы они приносили нам пользу. Ближайшие аукционы комитет Гомеля облмайомость проведе 22 вересня и 8 Кострышника. В Калинковицком районе можно набыть баню и школу. Школу можно купить и в Жлобинском районе. А у Приборы по баш с Гомелем продается склад. В Беларуси распошелась вакцинация супрать гриппу. Вакцина поступила во усилий отшебной установы в области. За ее можно звернуться в поликлинику по месту жихарства. По попередних датиных, зарабить пришепку планует коля 500 тысяч человек. Звычайно, вакцинация проводится до 1-го снежня. Однако все ли это Министерство охоты здоровья пропоновало скоротить термины до 1-го листопада, как поспеть до уздыма захворывания у тем лику на коронавирус. Бесплатно могут пришепиться люди с хранишными захворываниями и те, чьи отдельно связаны с обслугованием насильства. Наставники, работники ЖКГ, милиции и простонники некоторых инших профессий. До конца наступного тыдня запланована поставка платной вакцины для громадян, який не выходит у группы Рызыки. За счет республиканского и местного бюджета будет поставлена вакцина Гриппол, российского производства. Вакцина на сегодняшний день себя зарекомендовала. Мы уже много лет прививаемся этой вакциной. Она показала очень хорошую эффективность. И еще у нас на рынке будет присутствовать импортная вакцина. Это инфлювак и вакси-грипп. Анализ дадзиных за минулый сезон показал эффективность иммунизации супрать гриппу. Узровень захворывания сярод пришепленных у 7,5 раз ниже, чем сярод тех, кто отмывался от вакцинации. А кроме того, урачи означают, что не пришепленные от гриппу хвороют на COVID-19 частей и складании. У склад вакцины выходят наибольшие распространенные вирусы гриппу А, Б и пандемичного H1N1. После вакцинации человек должен вести здоровый ладжица. Организму нужно минимум 2 недели, чтобы выполнять достатную количество антителов. А хон изровень формуется празд месяц после вакцинации и заховывается на протягу года. У Гомельским областным центром народной творчести открылась выстава «Сошская скань». Техника упрыгоживания дравляной стружкой выкорастовывалась на Руси в 15-м стагодии для образов, але потом была забытая. У 1990-х годах я ее отродил гомельский майстер Владимир Цакуно, який организовал один и у свете школу «Сошской скани». Вся ротвора у представленных на выставе – уникальная икона Святого Паула, ерб Минска, панно «Мотылек», годинный бар и иншие мостовские выробы. Уся работы, сделаны майстрами семьи Тесля – буршнями Владимира Цакунова. Выставка семейная, потому что участвовали у них и брат, и один, и второй, плюс жена брата и сестра Светлана. И, ну, будем так сказать, что начиналось все где-то с 93-го года, когда я познакомился с Владимиром Валентиновичем Цакуновым. Он – начальник этого направления, ну и пригласил меня попробовать поработать с ним. Ну и, собственно говоря, до его кончины, порядка 10 лет, как его не стало, ну, мы с ним работали. Больших сложностей особо нету, только очень трудоемкая, очень немаленькие затраты, потому что древесины используются, ну, где-то 2-3 процента от общей массы, которую мы заготавливаем, только нам подходят для работы. Ну, а так терпение и усидчивость, потому что работать, сидеть с пинцетом 10-12 часов подряд, ну, это не много кто может. А так сложного ничего нету. Это и другие новинные информацию о проектах. Телерады компании Гомель вы можете знать на нашем сайте, в интернете по адресу www.cvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова